Дети боятся стоматологов Собой ребенок, у которого есть интим самосохранение, никогда не хочет, чтобы кто-то ему что-то делал, а тем более еще всякими железными инструментами. И когда он видит всякие жужжащие инструменты, то он совершенно правильно делает, что он сопротивляется, потому что нельзя с собой разрешать делать даже самому-самому замечательному врачу то, что ему не хочется. Но в данной ситуации нужно просто убедить ребенка в том, что ему это необходимо, потому что это его здоровье. И это, конечно, в первую очередь должны сделать родители. Они должны привести ребенка к стоматологу с позитивным настроением, что этот врач сделает так, что у тебя будет все очень хорошо и у тебя будет потом нормальное стоматологическое здоровье. А врач-стоматолог, в свою очередь, должен сделать все для того, чтобы действительно объяснить ребенку, что болеяться стоматолога не нужно, а нужно постараться найти с ним хороший нормальный контакт. Почему в нашем кабинете много игрушек, много различных видеофильмов для детей, для того, чтобы рассказать, что каждый зубик, если болеет, то он болеет очень сильно. И боль, которая возникает при воспалении зуба, нужно обязательно заранее предупредить, потому что тогда будет намного хуже. Поэтому лучше сначала научить правильно чистить зубы. Надо сначала научить правильно ухаживать за зубами, когда они начинают болеть. И тогда шансы на то, что очень серьезных манипуляций не нужно будет применять, очень высоки. Поэтому чем быстрее ребенок приходит к стоматологу, тем больше шансов на не то, что он будет здоровым. А вот сколько раз в год нужно менять зубную щетку? Зубную щетку нужно менять обязательно всегда после болезни. Вот если, например, ты болела гриппом или каким-то серьезным заболеванием вирусным, там в школе много всяких инфекций, да, и можно чем-то заболеть, то после любого инфекционного заболевания щетка меняется обязательно, потому что уже этой щеткой пользоваться нельзя. На ней обязательно остаются микробы. И, конечно же, если ты видишь, что щетка износилась, что в ней уже реснички вот такие непрямые, а уже так погнутые, то значит, что ты будешь не чистить зубы, а ты будешь даже царапать десны, и за счет этого будет кровотечение, потому что тоже щетку нужно менять. То есть, если сказать так, что она всегда меняется после острых инфекционных заболеваний, и щетка всегда меняется, если она потеряла свою ценность. Лучше, конечно же, делать это там несколько раз в год, да, но за ней нужно следить, потому что есть многие, как бы на сегодняшний день фирмы, которые разрабатывают щетки, и они разные. Есть щетки, которые могут и месяц не продержаться, но это не значит, что ее надо поменять только все равно через полгода. А есть щетка, которую на сегодняшний день действительно нужно менять раз в полгода, потому что она выполнила свою функцию, ну, уже в любом случае, где-то что-то постиралось, где-то расшатались реснички, где-то рассчитались резиночки, поэтому лучше купить новую щетку. Фладкошеч – целая наука! Специально для программы Тип-Топ новости! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова